Всем привет и добро пожаловать на пересказ первой части третьего сезона Хаоса. Дабы вам было интереснее слушать пересказ, я разнообразил его разными пояснениями и анализом действий разных персонажей. Поэтому надеюсь вы не останетесь равнодушны к моей работе и поставите лайк на этом видео. На прошлом пересказе Хаоса вы вместо намеченных мной 5000 собрали более 9000 лайков, что было невероятно приятно. Но давайте попробуем побить этот рекорд и собрать, ну скажем, 10 тысяч лайков. Если не получится, не страшно, я все равно продолжу пилить обзорчики на Хаоса. Ну и также я хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, где я регулярно провожу обсуждения и выкладываю информацию касательно моих предстоящих пересказов. Ссылочка на телеграм-канал будет в описании под этим видео. И еще несколько слов о классном подкасте Digital Hooligan. Ребята здесь обсуждают не только сериалы, новости, актуальную повестку на близкие им темы, но и самое важное – здоровье. Короче, я тот человек, который пользовался каплями, у тебя всегда с собой капли. Ты ночью просыпаешься несколько раз, чтобы брызнуть себе эти капли. ТО для своей тачки я делаю раз в год, но почему-то ТО для себя я не делаю вообще. В ветеринарку сходить, там тоже подлечь. Вот такая, дорогие друзья. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, встречи. Подкаст Digital Hooligan еще раз доказывает, что про здоровье можно и нужно говорить не только серьезно, но и с юмором. Ведь все мы и так знаем, что тренировочки и здоровое питание – это, конечно, залог долгой и счастливой жизни. Но также не надо забывать и за кукушечной областью следить. А то мало ли железок перетаскаешь и оп, отъехала кукушечка. В общем, будьте здоровыми и крепкими реалистами, друзья. Смело переходите по ссылочке под видео и убедитесь в этом сами. Ну а теперь включаем кукушечку и посмотрим, что там нас снимали в третьем сезоне Хаоса. Итак, первый эпизод называется «Смысл» и начинается он спустя несколько месяцев после финала второго сезона. Непонятно, что шокирует больше – новая прическа Кэмерон или тот факт, что Хаос может ходить не хромая. Да что там ходить? Он бегает и даже рассекает на скейте. Согласитесь, это совсем не то, чего вы ждете от человека, чья физическая подготовка, казалось бы, до этих пор вращалась вокруг тренировок больших пальцев с помощью геймбоя. В общем, Хаос возвращается к работе, выжив после ранения, полученного в конце прошлого сезона. Очевидно, что вызванная китамином кома, которую он просил для операции, сработала, избавив его от хронической боли в ноге. И, судя по всему, извлечение поврежденного нерва и отсутствие мышцы бедра привело к отличным результатам, и Хаос больше не нуждается в трости. Более того, он, видимо, настолько соскучился по работе, что готов взять под наблюдение сразу двух пациентов прямо в первый день своего выхода с больничного. И первый пациент Хаоса – Ричард, который парализован уже 8 лет после хирургического вмешательства по поводу опухоли мозга. С того момента он перестал разговаривать, и его жизнь состоит не более, чем из сидения в инвалидной коляске. Он – овощ. Ни жену обнять, ни с детьми поговорить. Однако мужчина заинтересовывает Хаоса после весьма неоднозначного поступка. Ричард направляет свою инвалидную коляску в бассейн с водой и чуть не тонет. А Стивен Хокинг, что решился на заплыв в бассейне? Все, кроме сына Ричарда, убеждены, что он пытался покончить с собой, но Хаос частично разделяет точку зрения мальчика, а тот думает, что в действиях отца мог быть и какой-то другой смысл. Настойчивость, с которой Хаос подвергает Ричарда все новым тестам и процедурам, наводит на мысль, что пациент будет способен снова ходить, как это произошло с самим Хаосом. Однако вся остальная команда подозревает, что доктору просто скучно. Он в скуке ради мучает пациента, разыскивая несуществующие болезни. Как говорит Уилсон... Второй пациент, вернее пациентка, Карен, молодая женщина, которую неожиданно парализовала во время занятия йогой. Подозревая ее в симуляции паралича, Хаос, недолго думая, подносит к ней зажигалку, что вызывает вполне закономерную реакцию. Однако дальнейшее развитие событий опровергает версию о симуляции. Нарушение дыхательной деятельности у Карен оказывается вызвано скоплением крови около сердца. Хаос настаивает на операции, справедливо решив, что ложный паралич Карен – это неврологический симптом опухоли. Однако в последний момент перед операцией Хаос замечает любопытную вещь – изменение ногтевой пластины под давлением скопившейся в тканях крови. И тут становится понятно, что у пациентки цинга. Лечение проводят на месте апельсиновым соком. Итак, вылечив Карен, Хаос продолжает одну за другой терпеть неудачи, пытаясь установить, что же все-таки не так с Ричардом. И озарение, конечно же, приходит во время купания в фонтане. А вдруг это болезнь Адисона, вызванная повреждением во время операции гипоталамогипофизарной системы? А значит, пациент страдает от нарушения терморегуляции, ему невыносимо жарко, вот он и пытается охладиться в бассейне. Подтвердить эту догадку может инъекция кортизола. Но несмотря на то, что лечение безопасно, Кадди отказывается от этого лечения, потому что не хочет поощрять эксперименты хаоса над пациентами. Это для тебя и кайф. Увязать все воедино, создать изящную теорию и при этом нет никаких доказательств. Речь о том, чтобы ты понял, что есть слово «нет». Однако все же Кадди меняет свое мнение и делает инъекцию в последний момент, когда Ричард в своей коляске покидает госпиталь в окружении родных. И как результат, Ричард встает с кресла и, кажется, нет смысла описать эту трогательную сцену. И мы понимаем, что хаос в очередной раз оказался прав. Однако Кадди и Уилсон решают не сообщать хаосу о его правоте, говоря, что хаос просто догадался и ему повезло. А в следующий раз он может кого-нибудь убить по причине своих догадок. Однако это в очередной раз напоминает нам, что хаос самый что ни на есть улитарист, для которого поступок хорош или нравственен, если он приносит наибольшую пользу максимальному количеству людей. Похоже, что во многих случаях хаос оценивает свои действия с позиции улитаризма, оправдывает их хорошими результатами. В этом случае хаос хочет сделать инъекцию кортизола Ричарду, которая вернет ему возможность ходить, обнимать сына и танцевать с женой. Если же хаос ошибается, хуже от укола не станет. Он четко дает понять, что потенциально хороший для всех результат оправдывает инъекцию. Или вспомните предыдущий сезон, а именно эпизод «Не будите спящую собаку». Ханне требуется немедленная пересадка печени. Ее любовница Макс подходит для донорства и хочет отдать часть печени Ханне. Однако команде становится известно, что перед болезнью Ханна планировала разрыв с Макс, и это ставит врачей перед дилеммой. Если они расскажут об этом Макс, та может передумать, и Ханна умрет. Если не расскажут, обе девушки останутся живы. Хаос считает, что говорить не надо, потому что две живых и здоровых девушки лучше, чем одна, даже если кому-то из них придется пережить душевную травму. То есть Хаос снова оправдывает свои действия тем, что они ведут к наилучшему результату из возможных. Однако в то же время Хаос не остановится перед тем, чтобы рискнуть жизнью больного, дабы доказать свою правоту. Нет объективных причин полагать, что я прав. Просто хотел головоломку. Для Хаоса медицина – это поле битвы, а больной – это неизбежная потеря. Но его это устраивает при условии, что в конце концов он окажется прав. Вот почему Уилсон и Кадди решают умолчать об успехе Хаоса с его пациентом. То, что он был прав, не значит, что он не может ошибаться. Возможно, Уилсон и Кадди сказали неправду Хаосу из добрых побуждений, чтобы умерить его саморазрушающее поведение. Но позже эта ложь рикошетом ударит по Хаосу. Следующий эпизод имеет библейское название Каин и Авель. Что ж, вначале скажу, что благодаря усилиям Уилсона и Кадди, Хаос, может быть, уже и не приравнивает себя к богу, однако вот во внеземные цивилизации верить отказывается. Хотя в одном из разговоров о пациенте упоминает хорошо известный сериал. Может, посмотрим секретные материалы для вдохновения? Итак, новый пациент Хаоса – 7-летний пацан Клэнси, поступивший с ректальным кровотечением и немедленно сообщивший персоналу больницы, что его похитили и пытали инопланетяне. Кроме того, во время обследования он доверительно делится с Чейзом, что в шае у него находится чип, по которому его можно отслеживать. Чейз, на котором, вероятно, сказывается его религиозное прошлое, склонен думать, что в словах мальчика что-то докроется. Его беспокоит, что вы считаете его сумасшедшим. А что, он нормальный? Есть много других объяснений происходящему. При исследовании сердца мальчика в нем обнаруживаются аномальные клетки, обладающие другой ДНК. Но как в одном человеке могут быть два разных ДНК? И при этом хирургическое вмешательство с использованием электрического воздействия не помогает определить, какая часть мозга ответственна за галлюцинации у ребенка. И Хаус склонен считать, что кошмары вызваны кровотечением. Вместе с тем мы получаем важную новость. Кэмерон узнает, что Кадди Юилсон скрывает от Хауса правду по поводу выздоровления Ричарда, чтобы научить его хотя бы капли скромности. Кадди умоляет Кэмерон не раскрывать тайну, или хотя бы не сейчас, чуть позже. И хотя Кэмерон возражает... Почему он должен быть как другие? Нельзя быть таким опрометчивым. Все же она нехотя подключается к заговору Уилсона и Кадди. Между тем, в конце концов, невзирая на споры между Кэмерон и Форманом, Форман наставит на неврологическом заболевании, а Кэмерон уверяет, что мозг пациента чист. Команда приходит к выводу, что у мальчика химеризм, как результат слияния двух оплодотворенных яйцеклеток на ранней стадии беременности. Говоря проще, генетический мальчик как бы состоит из двух человек. Его самого и брата-близнеца, чью ДНК и обнаружили доктора в различных органах ребенка. И мы их вырежем? То есть речь об операции на мозге? Речь об очень клевой операции на мозге. А вот то, что Клайнси назвал чипом, оказалось кусочком металлического штифта, отломившимся полгода назад при лечении перелома и попавшим с кровью в шею. Остается только удалить этот штифт, и мальчик здоров. Если вернуться к заговору из прошлого эпизода, то Хаус впал в глубокую депрессию после того, как решил, что ему не удалось вылечить Ричарда. Однако в действительности он не догадывается, что его достаточно безрассудное поведение и опрометчивое лечение дало положительные результаты. А Уилсон предложил Кадди скрыть эту информацию, ссылаясь на то, что Хаусу просто повезло, и они не хотели, чтобы это вскружило ему голову. Но, как по мне, это максимально нелепый заговор. Вы просто посмотрите предыдущие два сезона, тогда вы поймете, что Хаусу везет с каким-то сумасшедшим диагнозом практически в каждом эпизоде. Ты не знаешь меры? У тебя ее нет, ты всегда идешь до конца, пока не придумаешь что-то абсолютно безумное, что и оказывается истинной. Обычно два, три или четыре врача с Хаусом не соглашаются, но в итоге он оказывается прав. И мы не раз слышали от докторов фразу, что Хаусу действительно повезло. Тогда вопрос, почему бы раньше не проучить Хауса таким образом. Однако, когда Хаус все-таки узнал, что за этим планом стоит Уилсон, он поинтересовался. Так что был за план? Довести меня до приступа смирения из-за невылеченного пациента, чтобы я переосмыслил свою жизнь, стал вопрошать о добре и зле и превратился в Кэмерон? Что-то вроде этого. Если бы мы сказали тебе правду, что ты верно поставил диагноз без каких-либо медицинских доказательств, ты бы решил, что ты Бог. Бог не хромает. Итак, Хаус не верит, что он Бог, и он осознает свои физические ограничения. И теперь он снова стал тем прежним медицинским гением, пусть и с эмоциональными проблемами. Гением, который вернулся к своему Викодину, потому что снова стал ощущать боль в ноге. И хотя Уилсон винит в этом неудачное лечение кетамином, Каде в этом не уверена. Похоже, кетамин играл недолго. Или у него депрессия из-за нашего вранья. Следующий эпизод носит название «Официальное согласие», в котором Хаус и его команда сталкиваются со сложной этической ситуацией. Новый пациент Хауса Эздра Пауэлл, ученый с мировым именем, которому стало плохо в лаборатории во время эксперимента на крысах. И крысы пользуются моментом, мстят им и начинают яростно грызть лицо ученого. Маленькой твари повезло так сказать, и она отыгралась на нем по полной. У Хауса же, как мы и догадывались, дела не очень. Действие кетамина начинает ослабевать, и он снова берется за трость, оказываясь обсуждать это с кем-либо. Мне жаль, что так вышло с ногой. Да, надо будет как-нибудь сесть и обсудить. Раздражение Хауса нарастает, и Эздре приходится претерпеть целую серию безжалостных диагнозов, чтобы в конце концов прийти к смерти. Поставь его на дорожку и пусть бежит, как его крыса в колесе. Он старый, больной, маленький. Можно сделать с ним что угодно. Итак, здоровье Эздры стремительно ухудшается, и он просит врачей прекратить обследование и дать ему спокойненько умереть под дозой морфина. Все видят, что пациент страдает, и все, кроме Хауса, уверены, что он обречен. Однако Хаус заключает с ним сделку. Прежде чем сдаться, то даст ему еще сутки для тестов. И если Хаус не выяснит, что с ним, то он сам поможет пациенту умереть. Как мы уже не раз убеждались, Хаус высоко ценит жизнь пациента. По его мнению, даже если жить приходится с ужасной болью, жить все равно стоит. Самого Хауса постоянно гложет незатихающая боль, но в сериале нет никаких намеков на то, чтобы он рассматривал возможность самоубийства. Поэтому пока есть хотя бы один шанс, Хаус борется за жизнь. Однако его команда в замешательстве. Они взвешивают последствия такого соглашения Хауса с пациентом. Чейз верит, что пациентам нужно помочь достойно завершить свою жизнь. Форман не приклонен в том, что эвтаназии нет оправдания. И в общем команду терзает противоречие и напряжение возрастает. Не найдя никакого выхода, Хаус поступает как обычно. Пытаясь потянуть время, он вместо того, чтобы убить Эзру, погружает его в химическую кому. Однако во время колоноскопии легкие Эзры отказывают, и Хаус вынужден вывезти его из комы. А это значит, что Эзра узнает о нарушенном Хаусом обещании. В последних сценах эпизода мы видим, как Эзра плачет в своей постели, узнав, что он действительно умирает от амилоидоза. И ему ничем уже не поможешь. На следующее утро Кадди приходит к Хаусу, чтобы сообщить, что Эзра умер в 2.30. Хотя в 2.00 он был стабилен, на что ничего не знающий об этом Хаус спрашивает. В следующей сцене Хаус находит одетую в траур Кэмерон, плачущий в больничной часовне. Это очевидное подтверждение, что именно она помогла Эзре умереть. Хотя в эпизоде об этом прямо и не сказано. Но если это так, то сможет ли Кэмерон смириться с тем, что сделала? Вообще, как мы хорошо знаем, Кэмерон ценит свои отношения с пациентами. И ее способность искренне о них заботиться, забавляет и в то же время раздражает Хауса. Она руководствуется чувством ответственности за пациентов, несмотря на их недостатки, сомнительный моральный облик и темное прошлое. Например, здесь Хаус рассказывает Кэмерон, что Эзра когда-то облучал младенцев без согласия, без вопросов, просто так. Вызвав тем самым много случаев рака. Хаус подкидывает эту информацию в надежде, что Кэмерон перестанет так печься о пациенте. В общем, работа Кэмерона это хороший пример влияния этики на врачебную практику. Она изо всех сил выступает на стороне пациентов и отказывается действовать как-то в ущерб им. Поэтому мы и задаемся вопросом, а не изменится ли состояние Кэмерон после, так сказать, убийства Эзры. Между тем, симпатичная 17-летняя дочь одного из пациентов поликлиники мучает Хауса, начав приставать к нему. Хаусу она определенно нравится, но он, кажется, понимает, что связаться с несовершеннолетними девочками это плохая идея. И в конце эпизода она сообщает Хаусу, что уже через полгодика ей будет 18. Причина, по которой это такой важный элемент истории заключается в том, что эта ситуация вызовет впереди еще немало неприятностей для Хауса. В следующем эпизоде с названием «Линии на песке» Хаус оказывается в самом центре событий. Его до сих пор преследует 17-летняя девушка Али, чья одержимость с доктором началась еще в предыдущем эпизоде и усиливается, выливаясь в постоянные звонки и посещение больницы. Менение команды по этому поводу однозначно. Хаусу нужно гораздо серьезнее относиться к сложившейся ситуации. Вдобавок, никто не может понять, чем болен их новый пациент, 10-летний мальчик Адам, страдающий к тому же и аутизмом. Очень легко сочувствовать этому маленькому мальчику, застрявшему в мире, где он не может говорить и где его единственный способ общения – это показывать пальцем на картинке и кричать. Команда буквально потрясена его заболеванием, никто не знает, как справиться с напуганным ребенком, но Хаус вообще замкнутый и очень скрытный человек устанавливает хорошие отношения с мальчиком. Форман, который, как обычно, не соглашается с Хаусом, заявляет, что глупо проводить дорогие тесты просто из-за криков пациента. Мы видим, как Форман теряет терпение во время одного из тестов и даже просит Уилсона сделать тест на рак, который ничего не дает. Кроме того, Форман обыскивает задний двор семьи и находит дурман, который мог бы послужить причиной болезни. Но, увы. Несмотря на этические противоречия, команда обнаруживает, что причина болезни аутичного мальчика – аскориды енота, который он заполучил, играя в песочнице на заднем дворе. Эти черви проникли в его сердце, легкие печень и глаз, вызов у мальчика широкий спектр симптомов. Поэтому противопаразитарные препараты и лазерная терапия глаз должна помочь в борьбе с инфекцией. Вообще, этот случай с мальчиком демонстрирует, что, принимая решения, мы должны учитывать их результаты не только для пациента, но и для других людей. Невозможно представить, что испытывает человек с такой формой аутизма. И все же разумно было бы предположить, что даже такая жизнь предпочтительнее смерти. Настоящая трудность – это оценить, что лучше для его родителей. Если мальчик умрет, это, безусловно, причинит им боль. Но, с другой стороны, его смерть позволит им начать жить своей жизнью. Если мальчик выживет, как это и происходит в эпизоде, им придется либо по-прежнему отдавать ему все свое время и силы, либо поместить его в специальное заведение. Забота мальчика осложняется тем, что он не способен на эмоциональную привязанность, и родители не получают ответа на свою любовь. На них, можно сказать, лежит огромный груз. Не улыбнется, не засмеется, не приласкается. Нет никакой отдачи. Чем хвастать родителям? Тем, что он сам выбрал себе сок? Поручив ребенка опеки специального заведения, родители избавятся от этого груза, но будут испытывать при этом сильную эмоциональную боль. Хаус, похоже, считает, что для всех вовлеченных в ситуацию будет лучше, если мальчик умрет. Он думает, что страдания родителей перевешивают положительные эмоции ребенка. Хаус вообще не верит, что интеллект мальчика позволяет ему испытывать хоть какое-то удовольствие от жизни. Обезьянка видит, обезьянка делает. Вот что это было. Ваш мальчик также аутичен, как при поступлении. В общем-то, такая нетактичная позиция соответствует мировоззрению Хауса. И в 17 эпизоде мы еще вернемся к этому вопросу, где Хаус рассуждает, что плод, которого он отказывается называть ребенком, вообще следует брать в расчет. Для него, по сути, жизнь нерожденного человека, как и жизнь аутиста, не имеет особой ценности. Но, конечно, это не означает, что Хаус поддержал бы убийство ребенка. Он просто думает, что наилучший возможный результат в этом случае не может быть достигнут. А Уилсон же занимает другую сторону. Он считает, что смерть мальчика стала бы большим эмоциональным бременем для родителей, чем его жизнь. Между тем, по настоянию Кадди, Хаус отвергает домогательство Али. Он объясняет, что она будет сожалеть об их отношениях, даже если не окажутся вполне законными. Девушка начинает плакать. Хаус смотрит ей в глаза и замечает, что слезы мутные. Он тут же предполагает, что землетрясение в Калифорнии, где Али отдыхала, могло поднять в воздух споры, которые спровоцировали у нее заболевания. И Хаус сообщает, что одним из симптомов может быть утрата трезвости суждений. Все вроде бы решено, но Хаус при этом сильно разочарован. Хотя он и получает сатисфакцию. Ему удается уговорить Кадди вернуть в его кабинет ковер, испачканный кровью, когда он был ранен в конце прошлого сезона. Он очень трогательно к нему привязан. Хотя предположение Уилса Найкэмерон состоит в том, что одержимость окровавленным ковром – это легкая форма аутизма. Поскольку Хаус не выносит никаких изменений в обстановке. Следующий эпизод носит название «Без ума от любви». Его завязка очень динамична. Молодая пара, афроамериканка Трэйси и белый парень Джереми, становятся жертвами ограбления в забегаловке. Джереми дает отпор грабителям, но тут внезапно у Трэйси случается приступ дыхательной недостаточности. В больнице никаких следов аллергии не обнаруживают, хотя анафилоксия послужила бы прекрасным объяснением. После нескольких тестов Трэйси признается, что перед обедом они с мужем курили марихуану. И предположив отравление сальмонелла через загрязненную марихуану и не находя никаких других вариантов, Хаус начинает лечение, но у Трэйси появляется сып из-за аллергической реакции на антибиотик. Между тем, Хаус с Форманом перекидываются фразами насчет межрасовых отношений и отношений вообще. А потом заключает Пари, встречается ли Уилсон с медсестрой Венди, хотя ближе к концу эпизода мы понимаем, что это Форман встречается с Венди. Получается, что хитрец Форман заключил с Хаусом Пари, заведомо зная, что выиграет. И хотя в начале эпизода выдвигались предположения о том, что у Формана есть предвзятое отношение к межрасовым отношениям, Да, большинство моих подруг были черными. И что? Финал эпизода показывает, что это не так, ведь Форман встречается с белой медсестрой. Между тем, в сериале появляется новый и очень важный персонаж. Некто Майкл Триттер, пациент Хауса с сыпью на гениталиях, требующий, чтобы у него взяли анализ. Причина – повышенная сухость кожи, как побочное действие антиникотиновой жвачки, которую Триттер постоянно жует. Сам Триттер – это не очень приятный человек, который позволяет себе высказывания по поводу хромоты Хауса. Плюс к тому Триттер требует, чтобы тот взял мазок, но Хаус, которому все и так понятно, отказывается. Однако, как и великое множество других пациентов, Триттер не может поверить в существование настолько хорошего врача, который в состоянии поставить диагноз без анализа. Ну и разумеется, манеры Хауса только укрепляют это недоверие. Пациенты вообще склонны принимать уверенность в себе за наглость, прикрывающую недостаток опыта. И в этом отношении личностные особенности Хауса служат ему дурную службу, подрывая доверие пациентов. В итоге, все заканчивается тем, что Хаус просит Триттера наклониться, дабы измерить температуру ректальным градусником, и уходит из больницы, сделав вид, что просто забыл о нем. Что ж, вполне типичное для Хауса поведение, но теперь оно будет иметь весьма неприятные последствия, причем для многих персонажей. Позднее Кадди вызывает Хауса в свой кабинет, где Триттер обвиняет Хауса, что тот относится ко всем пациентам как к идиотам из-за собственной хромоты. Но вы обозлены, и вы одинок. И вы считаете всех вокруг идиотами. А также настаивает на извинениях за инцидент с градусником. Но Хаус и извиниться это противоположности. Он, естественно, отказывается и просто уходит. А тем временем, загадка заболевания Тресси так и остается загадкой. МРТ ничего не показывает, но боль в животе пациентки усиливается. У нее начинаются даже галлюцинации. Тресси чудится, будто отец Джереми ломает сыну руку за свидание с ней. Ну а дальше все предсказуемо. Пациентка впадает в кому. А симптомы Джереми, которые в точности повторяют симптомы его подруги, усугубляются. Поэтому команда выдвигает предположение, что состояние Тресси и Джереми имеет общую причину. При обыске в их квартире обнаруживается коробка презервативов. Поэтому Чейз и Хаус подозревают, что причиной является гонорея. Но Тресси дают отрицательный результат. И все же Хаус приходит к выводу, что у пары должен быть ангионевротический отек. Который приводит к отеку тканей, особенно во время стресса. Однако данное редкое заболевание является наследственным. И выясняется, что Тресси и Джереми это сводные брат и сестра. И у них общий отец, но разной матери. Вот и причина, почему отец противился роману сына с Тресси. Конечно, когда им сообщили эту новость, они не выглядели так, будто считают, что Винцеста это самая прекрасная вещь в их жизни. После трудного рабочего дня Хаус едет домой на своем мотоцикле. Но его внезапно останавливает полиция. И офицер оказывается тем самым пациентом Тритером. Он обвиняет Хауса в вождении под кайфом и обыскивает его. И найдя Вик-1, на котором Хауса рецепта нет, Тритер арестовывает Хауса за хранение наркотиков. В общем, этот эпизод наглядно показывает нам, что прошлое всегда возвращается. Прошлое преследует молодую пару, и собственное прошлое Хауса может вернуться, чтобы преследовать его. В лице офицера полиции Тритера. Главное тебя унизить. Чтобы ты теперь дважды думал, прежде чем станешь обращаться с людьми как с дерьмом. В следующем шестом эпизоде, будь что будет, Джордж Хагель, который весит по 300 килограммов, найден у себя дома предположительно мертвым. Но когда его пытаются сдвинуть с места, у него случается приступ метеоризма. Так и выясняется, что на самом деле в коме. Как ни странно, у Джорджа нет никаких типичных для человека его веса заболеваний, и Хаус советует обыскать его дом. Там Кэмерон понимает, что Джордж во многом похож на Хауса. Его апартаменты отделаны со вкусом, но в темных тонах. У него есть саксофон, а еще он одиночка и очень упрямый. Кэмерон также разговаривает с его соседкой и узнает, что Джорджа регулярно посещает проститутки. Поэтому в список возможных диагнозов добавляется сифилис. Однако Хаус считает, что проблемы у парня в животе, а не ниже. Но у команды возникают серьезные проблемы с проведением тестов. Например, его вес не позволяет поместить Джорджа в компьютерный томограф. Под его весом ломается стол аппарата МРТ и делают его неспособным пройти процедуру поясничной пункции. Однако стоит отметить, что Джорджа абсолютно устраивает его вес, и он клянется, что чувствует себя просто отлично. Также напомню, что Хаус провел всю ночь в тюрьме, арестованный собственным пациентом Майклом Тритером, который решил продолжить расследование дела Хауса. Доктору предъявлен целый список обвинений, включая хранение наркотиков и сопротивление при аресте. Ну и понеслась. Всех сотрудников больницы допрашивают, не злоупотребляет ли Хаус Викодином. Но не сказать, что Хаус как-то переживает из-за этого. Он принимает очередную таблетку Викодина прямо перед носом у Тритера, и пока мы не понимаем, это нахальство или все-таки самоуверенность Хауса. Также в доме у Хауса устраивают обыск, а так как Хаус знатно подсел на Викодин, мы не удивляемся тому, что в его доме Тритер обнаружил огромный тайник с таблетками и объявил, что Хауса спокойно можно обвинить в распространении наркотиков. Да, за один эпизод с этой историей явно не разделаться. Что сказал адвокат? Что с моей улыбкой не проиграешь. Надо отметить, что из допроса не выходит ничего хорошего ни для Уилсона, ни для Хауса. Уилсон узнает, что Хаус поделал его подпись, чтобы получить Викодин. Поэтому Уилсон пытается придумать правдоподобную версию, чтобы не скомпрометировать Хауса. Но Тритер на чеку. Детектив предупреждает сердобольного друга, что если тот лжет, то автоматически становится соучастником. Однако Уилсон не отступает и клянется, что подписи на всех его рецептах его. Но мы-то понимаем, что даже у такого филантропа, как Уилсон, терпение не безграничное. Тем временем Хаус выписывает Джорджа. Однако, когда тот пытается покинуть больницу, у него начинается дезориентация. И он выпадает в окно, прихватив с собой Кэмерон. Позже Кэмерон признается, что это ее вина. Она подсунула Джорджу транквилизаторы, чтобы он потерял ориентацию в пространстве и согласился остаться в больнице. Однако это оказалось очень опасно. Джордж все еще в сознании и отказывается от любого лечения, которое было бы связано с болезнями из-за лишнего веса. Он знает, что переедает, но отказывается думать, что именно по этой причине он болен. И думает, что подвергает себя не большему риску, чем люди, которые прыгают с парашютом, например. Кроме того, по его мнению, лучше получить сердечный приступ, наслаждаясь изысканной едой, чем бежать, например, по беговой дорожке в никуда. Если у меня будет инфаркт, пусть его лучше вызовет кусок дивной прожаренной телячьей отбивной. Я люблю еду. Я люблю ее вид, ее запах, люблю ее готовить. И все же Хаус в конце концов замечает, что фаланги пальцев Джорджа утолщены. А это значит, что у него неизлечимый рак легких, что никак не связано с его полнотой. И в этот раз философия пациента «будь что будет» не срабатывает. Но у нас создается впечатление, что Джорджу все равно хочется, чтобы доктора оставили его в покое и прекратили свои исследования. Мы переходим к следующему эпизоду, имеющему название «Сынка Матозника». И в то время как Триттер продолжает оказывать все более жестокое давление на людей в ближайшем окружении Хауса, задушевная беседа Хауса с пациентом открывает нам новые подробности жизни доктора. Эпизод начинается с очень нервной сцены. Разъяренный Уилсон врывается к Хаусу с обвинениями, что тот украл у него бланки рецептов и подделал подпись на Викодин. Эту бесценную информацию сообщил Уилсону Триттер. Разговор друзей, происходящий в палате пациента в вегативном состоянии, где Хаус имеет обыкновение иногда обедать, прерывается появлением сына пациента Кайла, который, впрочем, весьма спокойно реагирует на трапезу. Однако Хаус тут же заподозрил, что парень, судя по всему, не способен видеть движущиеся предметы. Да и плюс к тому, у парня случается припадок. И теперь Кайл – пациент Хауса. После опровержения целой тьмы возможных причин заболевания Кайла, включая отказ печени из-за частого употребления алкоголя, Хаус наставит на наследственной природе недуга. Однако невозможно собрать семейную историю, потому что у Кайла есть только отец, который сейчас мало чем отличается от растения. За исключением того, что кома Гейба, отца Кайла, была результатом того, что он ворвался в их горящий дом в неудачной попытке спасти свою жену, после того, как спас сына, случайно устроившего пожар. И за исключением того, что Гейб в коме, он вполне здоровый человек. Но дабы узнать нужную информацию, его нужно разбудить от десятилетнего сна. Поэтому Хаус принимает нестандартное решение – ввести Гейбу большую дозу коктейля из амфетаминов, чтобы его разбудить. Кайди, как обычно, пытается остановить Хауса, но поздно. Дело сделано, и на удивление все прошло удачно. Гейб приходит в сознание. Более того, он прекрасно себя чувствует и требует, чтобы его выписали. Однако докторам приходится ему разъяснить, что у него есть только один день, в течение которого он может помочь им спасти своего сына, до того, как снова станет овощем. Однако при этом Гейб решительно настаивает на своем праве провести этот день так, как ему хочется. И в компании Хауса отбывает на машине Уилсона, пока тот сидит на заднем сидении в Атлантик Сити. Гейб едет покушать сэндвичи, которые он когда-то там пробовал. А цель Хауса выведать у Гейба как можно больше медицинской информации о его семье, ведь что угодно может стать зацепкой в разгадке болезни Кайла. И согласно уговору, Гейб с Хаусом играет в 20 вопросов. В обмен на каждый ответ Гейба, Хаус в свою очередь должен поделиться информацией о своей жизни. А в госпитале тем временем свирепствует Триттер, допрашивая Кэмерон по поводу наркотической зависимости ее шефа. И, конечно, верная Кэмерон сразу же мчится к коллегам, чтобы их показания совпали. Да, быть может Кэмерон и стала намного жестче в этом сезоне, но в отношении Хауса она все еще готова дать слабину. Возвращаясь к Хаусу, то во время поездки узнает много любопытного о семье Гейба и Кайла. Например, сначала он заподозрил отравление ртутью, потому что Гейб владел заводом по производству яхт, однако этот диагноз не подтвердился. Затем выяснилось, что многие родственники Кайла со стороны матери погибли при дорожных происшествиях в темное время суток. Это дало Хаусу повод говорить о синдроме разорванных красных волокон. А что же касается самого Хауса, то на хороший вопрос, почему Хаус стал врачом, если он ненавидит людей, ответ кроется в истории о том, как он жил в Японии со своим отцом военным, и как он отвез своего друга в больницу после несчастного случая. У моего друга началось воспаление, врачи не знали, что делать, и тогда привели уборщика. Он был врачом, его предки были палачами и могильщиками. И он сам, конечно, знал, что персонал больницы его не примет, он и не пытался. А управлявшие больницей не подозревали, что он для них находка, пока не дошло до дела, потому что он оказался прав. И тогда все остальное стало неважно. И ему пришлось его слушаться. Очевидно, Уилсон впервые слышит эту историю, которая многое раскрывает об уязвимости и эмоциях Хауса. Он дерзкий, эгоистичный человек, который цепляется за свой медицинский дар, потому что это его пропуск в мир, куда он не вписывается. Тем временем дела у Кайла очень плохи. Команда обнаружила у него кардиомиопатию, а учитывая его алкоголизм, на получение донорского сердца рассчитывать не приходится. И вот как раз здесь на первый план выходит отец парня. Гейб принимает решение пожертвовать сыну свое собственное сердце, и дает понять, почему он принял такое решение. Я не защитил свою семью, не уберег дом, не спас жену. А теперь ты хочешь, чтобы я сидел и беспомощно смотрел, как он умирает? Огромное спасибо тебе, что разбудил. И все же, с точки зрения медицинской этики, пожертвовать свое сердце невозможно. Но только не для Хауса, который предварительно выдворив из номера отеля Уилсона со словами Ты и так уже достаточно наврал копам. После консультируют Гейба, как тому лучше покончить с собой, с точки зрения сохранности сердца для трансплантации. Но на самом деле это нелегкий момент и для Хауса тоже. Это не тот случай, когда Хаус нарушает все правила ради спасения пациента. Здесь речь идет о том, чтобы нарушить все правила, дабы спасти пациента, исполнить желание мужчины спасти своего сына и позволить себе стать частью действия, которое доказывает, что жертвенность и любовь не всегда условны. В финале этого эпизода бедного Уилсона ждет неприятный сюрприз. Все его банковские счета заморожены в связи с полицейским расследованием. Однако даже несмотря на то, что Уилсон злится на Хауса за поделку его подписи, он все равно продолжает присматривать за Хаусом, например, помогая ему с алиби, пока тот советует Гейбу, как покончить жизнь самоубийством. Далее на очереди эпизод, который называется «Убей крота». Новый пациент Хауса Джек, 18-летний сирота, потерявший сознание на работе в детском игровом центре, прямо на праздновании чьего-то дня рождения. Анализы указывают на наличие самых разнообразных инфекций, вот только причина их совершенно непонятна. До сердечного приступа Джек испытывал усталость, потерю веса и жаловался на зуд ног, что привело к выводу, что у него гепатит А. А значит, нужно вколоть парню ему на глобулин, вылечить и выписать. Однако на следующее утро, когда Джека собирается вот уже выписывать, у него начинается кровотечение из уха и носа, а позже, выполняя поясничную пункцию и переворачивая Джека, Форман случайно ломает ему одно из ребер, а значит, инфекция добровась до костей. И вдобавок ко всему, у Джека начинаются судороги, однако тесты не могут показать, в чем же проблема. Но после биопсии головного мозга, хаос приходит к выводу, что у Джека генетический иммунодефицит, который усилился из-за стресса, вызванного смертью его родителей. Справиться с этой болезнью можно только путем пересадки костного мозга. И надо отметить, что Джек, оставшийся без родителей, которые погибли в автокатастрофе, воспитывает младших брата и сестру. И вот как раз его 8-летний братишка годится в доноры костного мозга. Однако Джек отказывается от лечения, якобы он не хочет подвергать своего брата никакому риску. Но с другой стороны, если не произвести трансплантацию сейчас, то состояние Джека продолжит ухудшаться, и тогда он очень скоро попросту не сможет следить за детьми, и их придется отдать под опеку. Поэтому Форман советует Джеку согласиться на пересадку. Однако тут становится ясно, что Джек просто предпочитает болезнь тяжелому времени воспитания брата и сестры. Он в свои 18 лет слишком устав от роли родителя. Почему ты не можешь принять то, что он хочет защитить своего брата? Должен защитить брата, но не хочет. Он хочет с воплями убежать от заботы о своем брате. Может, валяясь в госпитале, где ничего не надо делать, ты вспоминаешь о том, как жил до того, как тебя вынудили играть роль мистера мамочки. Вообще, Форман в этом сезоне может по своей участливости к пациентам спокойно опередить привычно заботливую Кэмерон. Например, в раннем эпизоде он пытается убедить семейную пару, что они могут, несмотря ни на что, оставаться вместе. Ну а теперь же он подбадривает сестренку Джека, а самому пациенту говорит, что верит в него. Когда-нибудь Джек найдет в себе силы для восстановления семейных связей. А вот Кэмерон наоборот. В этом эпизоде она ведет себя в манере более свойственной хаосу. Например, очень любопытная сцена, когда Кэмерон, подстегиваемая хаосом, выкрикивает в лицо пациенту всякие ужасные вещи, пытаясь ввести его в состояние стресса, чтобы спровоцировать приступ. И вот эта ее попытка погрузиться в это агрессивное состояние выглядит очень неубедительно, особенно на фоне ее обычной чувствительности. Да, в этом сезоне, в отличие от предыдущих, явно намного меньше простых и ясных хэппи-эндов. Члены команды с трудом контролируют себя и своих пациентов. Пациент отказывается от лечения, их жизнь летит кувырком, а в этом эпизоде разбивается семья, несмотря на все мудрые слова и советы докторов. И тот факт, что 18-летний подросток решил продолжать болеть, а не выздоравливать и не продолжить жизнь в роли родителя и брата, показывает, насколько человечен этот сериал. Тем временем, битва с Тритером продолжается, пусть мы и не видим его лично в этом эпизоде. Заморозив счета Уилсона, Тритер пошел еще дальше, сначала отправив машину Уилсона на штрафстоянку, а после и наложил запрет на выписку докторам рецептов. Лишившись этого права, Уилсон просит Кэмерон делать это за него. Кэмерон соглашается, но говорит, что для соблюдения регламента ей придется сидеть у него на приеме. Однако это присутствие Кэмерон в кабинете вызывает у пациентов недоверие к Уилсону и заставляет их подозревать его в некомпетентности. Она просто помогает мне с рецептами. Так он мне не то лекарство назначил? Нет. Тогда зачем она здесь? И в конце концов Уилсон вынужден остановить практику из-за невозможности оказывать пациентам полноценную помощь. И это становится пиком для Уилсона. Что я должен пойти сдаться? Да, 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 сделай что-нибудь, сдайся, покайся, скажи Тритеру, что будешь лечиться. Мне не нужна помощь. Что ж, Уилсоне сомневаться не приходится. Вот уже два с половиной сезона он неизменно тверд в том, что касается дружбы с Хаосом. И даже сейчас он готов пожертвовать работы ради Хаоса. А вот сам Хаос ничего не предпринимает для решения проблемы. К примеру, когда Уилсону нужна была Кэмерон, чтобы выписывать за него рецепты, Хаос отказался отпустить ее. Однако название этого эпизода подсказывает нам очень скорую развязку. Следующий эпизод носит название в поисках Иуды. И само название эпизода говорит само за себя. Иуда это тот человек, который предал Иисуса Христа за 30 серебряников. Ранее Иудой или предателем был Чейз, когда он сдал Хаоса Воглеру, чтобы остаться на рабочем месте. Кто окажется Иудой в этот раз, мы узнаем в конце эпизода. Пациент, шестилетняя Элис, катаясь с папой на карусели в парке, неожиданно начинает кричать от боли. В госпитале команда Хаоса подозревает приступ панкреатита, тем более, что в желчном пузыре девочки обнаруживаются камни. Кэмерон пытается собрать историю болезни, но родители ребенка, будучи в разводе, находятся в состоянии постоянной войны по поводу опеки над Элис. И бесконечно споря у постели дочери, даже не способны принять единое решение, как лечить дочь. Поэтому в итоге судья возлагает эту обязанность на врача девочки, который поставит здоровье ребенка превыше всего. И таким врачом назначают кадии. Ну а тем временем Тритер продолжает третировать персонал госпиталя, надеясь вынудить их сдать Хаоса. Он утверждает, что врачи скрывают зависимость Хаоса. Теперь у нас тут все врачи боятся и шаг сделать, не прикрыв задницу. И для начала Тритер замораживает банковские счета Кэмерон и Формана. И это не может их не беспокоить. Вы должны поговорить с Тритером и покончить с этим. Также Тритер старается подкупить Формана. Правда о том, сколько Викодина Хаос принимает в день, в обмен на досрочное освобождение брата Формана, сужденного за наркотики. Но Форман отказывается от сделки. Касательно Кэмерон, то Тритер дает ей понять, что Хаос изменил ее в худшую сторону, заставляя ее лгать. Поэтому почему бы не прекратить это, сдав своего босса. В общем, тактика игры Тритера незатейлива. Он постоянно ищет трещину в броне каждого, заставляя их гадать, кто уже сдался или сдастся первым. Ну а дальше больше. Чейз оказывается единственным, чьи счета не заморожены. Намекая тем самым, что Чейз все-таки оказался предателем. Но с точки зрения Тритера, эти приемы оправданы законом. Ведь ему нужно добыть информацию, защитив таким образом общественную безопасность от действий Хаоса. Он требует, чтобы Хаоса отстранили от работы, потому что он наркоман. И в один прекрасный день может угробить пациента из-за своей наркозависимости и эгоцентризма. Он наркоман? Он не грабит винные лавки. Пусть найдет другой способ бороться с болью, пока он еще никого не убил. Конечно, все это атмосферы в коллективе не улучшает. Хаос же без привычной дозы Викодины в состоянии стресса совсем уж плох. Он практически теряет над собой контроль и даже критикует предполагаемые материнские способности Кадди. А это, в свою очередь, приводит к первому срыву Кадди, когда она не в силах удержать слезы, жалуется Уилсону. Я пыталась забеременеть, и Хаос знал. Сказал, я бы была плохой матерью. У меня было три подсадки. Первые две не прижились. Третье выкидыш. Значит, вот так Хаос нас бьет по-больному. Между тем, состояние Элис ухудшается. Развиваются тяжелые кожные реакции, хотя это может быть и аллергия. Хаос же уверен, что всему виной инфекция. Но вместо антибиотиков широкого спектра действия, осторожная Кадди назначает всего лишь один препарат, и девочке становится еще хуже. Теперь команда имеет дело с отказом печени и ригидностью мышцы, да еще и с образованием тромба. Уже после хирургического удаления тромба, Хаос предполагает, что у девочки некротический фасцит, и единственная возможность спасти ей жизнь – это ампутировать инфицированную руку и ногу. Ну а когда коллеги Хаоса пугаются таких жестоких мер, тот в ярости называет их трусами, которые всего боятся. И вот уже когда хирурги практически приступают к операции, к Чейзу приходит озарение. Эритропоэтическая протопорфирия – генетическое заболевание, при котором организм отрицательно реагирует на свет. Все симптомы девочки проявлялись, когда она находилась на солнце или под ярким больничным освещением. Жизнь ее будет сложной, но она будет жить. Однако Хаоса это не волнует, поэтому Чейзу не только нарывается на грубость, наверное, раздражение копилось уже давно, а еще и получает от шефа в челюсть. Но хорошо, что у Хаоса все-таки хватило ума вовремя остановить операцию по ампутации. И, пожалуй, это первый случай, когда член команды Хаоса смог найти полное и окончательное решение загадки. Но при этом, да, получить удар в челюсть. Позже, заметив на лице Чейза синяк, Уилсон решает, что с этим нужно что-то делать. И в финальной сцене он отправляется заключить соглашение с Тритером, произнося ожидаемое «Мне нужны 30 серебряников». Что ж, понятно, что именно Уилсону суждено стать тем самым Иудой. Далее мы переходим к эпизоду, носящему название «Крошечное веселое Рождество». Здесь крошечное в буквальном смысле слова пациентка покажет Хаосу, что он не так велик, как о себе мнит. Но, к сожалению, когда он это поймет, будет уже поздно. Бедняга Уилса надо отдать ему должное. Изо всех сил пытается миром разрешить противоречия между Тритером и Хаосом. Вот только упрямство и гордыня Хаоса не оставляют ему ни малейшего шанса на успех. Однако попытка не пытка, и Уилсон договаривается с Кадди действовать единым фронтом и не выписывать Хаосу Вик-1 до тех пор, пока он не согласится на курс реабилитации. Иными словами, решение Уилсона состоит в том, чтобы обращаться с Хаосом, как с ребенком, и забирать у него конфеты, пока он не согласится на лечение. А мы скажем, хочешь получить таблетки, прими сделку. Он работать не сможет. И это аргумент? Кроме того, Кадди отстраняет Хаоса от дел 15-летней пациентки Абигейл, страдающей коллапсом легкого и анемией, пока он не согласится на реабилитацию. Поэтому делом девочки занимается команда Хаоса. Скажу сразу, что у девочки. У нее все, начиная с кашля и рвоты из-за отказа печени, и заканчивая фруктовым дыханием, что указывает на диабетический китацидоз, а значит отказывает и поджелудочное. Но в итоге оказывается, что у пациентки гранулема гипофиза, подавляющая выработку гормона роста. Мы упустили тот факт, что называться карликом и быть карликом не одно и то же. Так что девочка, по меткому выражению Уилсона, не карликовый карлик, в то время как у ее матери карликовость является генетически обусловленной. Хаос предлагает Абигейл лечение, благодаря которому она вырастет до нормального роста, однако неожиданно получает отказ. Вернее, на операцию пациентка согласна, а вот принимать потом гормон роста, чтобы вырасти, нет. Есть ли это объяснение? Да, и очень простое. Нежелание быть как все. Я себе и такая нравлюсь. Нравится, что выше восьмого этажа кнопку лифта не нажать? Нравится задница нюхать, когда стоишь в очереди? Тебе не нужен гормон роста? Пытаясь заставить мать повлиять на решение дочери, Хаос пускает в ход весь свой сарказм. От упоминания хоббитов до утверждения... Мы с вами знаем, что быть нормальным отстой, ведь мы оба уроды. И Хаос побеждает. Мама девочки находит нужные слова, и Абигейл соглашается на лечение. Тем временем замученный невероятно тяжелой ломкой и гордыней Хаос, по примеру, Абигейл все-таки дает согласие на двухмесячный курс реабилитации без тюремного заключения. Таковы были условия соглашения заключенного Уилсоном с Триттером. Уилсон наконец-то признается, что некоторые рецепты на Вик-1 подписаны не им, а Хаоса приговаривают к курсу реабилитации. Я пошел на это ради тебя. На следующее Рождество купи мне свитер. Однако выясняется, что уже слишком поздно. Полиция располагает против Хаоса уже прямыми уликами. Триттер узнал, что ранее Хаос обманом заставил фармацевта дать ему оксикодон, наркотическое обезболивающее. Далее на очереди эпизод «Слова и дела», где Хаос и Триттер наконец-то столкнутся в суде, пока команда будет отчаянно пытаться вылечить пациента. Эпизод начинается со сцены на пожаре, и Дерек, один из пожарных, выйдя из горящего здания, неожиданно начинает хрипеть и уверенно направляется обратно, прямо в огонь, заявляя, что замерз. Ясно, что он дезориентирован, и хорошо, что коллега Эми успевает остановить его. Он жалуется на то, что температура тела то повышается, то падает. И команда Хаоса подозревает инфекцию, поскольку Дерек не так давно перенес несколько пересадок кожи после ожогов. Однако после того, как он сообщает, что все видит в голубом цвете, с подачи Хаоса врачи начинают склоняться к гормональным нарушениям. Они думают, что проблема в так называемой мужской менопаузе, после ожоговом нарушении деятельности яичек, а голубое зрение вызвано виагрой. Пациенту, естественно, назначают гормоны, но его состояние продолжает вызывать массу вопросов, особенно после того, как в приступе агрессии он чуть ли не задушил Кэмерон. Между тем, Хаос предпринимает попытку извиниться перед Тритером, виня во всем свою боль. Тот его выслушивает, однако считает, что Хаос неискренен. Следующий шаг Хаоса – добровольное заключение в реабилитационный центр, где он признается, что не может избавиться от Викодина самостоятельно. На самом деле, это блестящий ход, учитывая, что Тритеру было необходимо именно раскаяние Хаоса. Хаос просто предпринял этот маневр слишком поздно, и теперь по собственной воле он прямиком направляется в сторону тюрьмы. Такие как ты, у вас и дела, и слова – ложь. Тем не менее, надежда, что суд учтет его добровольное согласие на лечение, все-таки есть, иначе Хаосу сидеть в тюрьме аж 10 лет. Возвращаясь в госпиталь, команда продолжает мучиться с Дереком. Теперь у него частые сердечные приступы. Решено, что причина сердечных приступов – в несчастной любви к Эмми. Получается, что мозг Дерека ведет химическую атаку на его сердце при каждом появлении возлюбленной. Для проверки этой теории, команда в очередной раз приводит Эмми в палату к пациенту, и, пожалуйста, снова приступ. Других подтверждений уже не требуется. А так как Дерек сказал, что Эмми помолвлена с его братом, Кэмерон считает, что у Дерека синдром разбитого сердца. Он умирает от любви. Поэтому в качестве лечения Дерек соглашается на электрошоковую терапию мозга в качестве попытки стереть саму память о любви к Эмми. Лечение протекает успешно, вот только Кэмерон узнает, что между Эмми и братом пациента нет вообще никаких отношений, не говоря уже о помолвке. И тут до команды доходит, что воспоминания Дерека были нереальными. Дерек скрывает сердечные приступы, просто боясь потерять работу. Между тем, начинается судебное заседание, и посередине показаний Тритера Хаусу сообщают из госпиталя о том, что Дереку стало хуже. Поэтому Хаус спешно покидает зал суда, несмотря на предупреждение судей, что она будет вынуждена наказать его за неуважение. После проведенного исследования сосудов, выяснилось, что у пациента опухоль спинного мозга, которое блокирует приток крови к мозгу и вызывает ложные воспоминания. Лечение подобрано, и пациент идет на поправку. Тем временем, в суде Кадди дает ложные показания, пытаясь спасти Хауса от тюрьмы. Она уверенно свидетельствует, что доктор Хаус действительно взял в госпитальной аптеке пузырек с лекарством, на который не имел прав. Однако, получить сам препарат он не получил. Поскольку она, то есть Кадди, уже зная от Уилсона о попытке Хауса украсть таблетки пациента, просто заменила ксикодон в пузырьке на плацебо. Таким образом, после показания Кадди, дело уже не может быть передано в суд присяжных, а судья делает Тритеру замечание за чрезмерное рвение. По сути, судья поняла, что Тритер попросту превысил свои полномочия. Так что, в конечном итоге, Хаусу предстоит все-таки ночку провести в тюрьме, за неуважение к суду. Но вместе с тем, Тритер решает закопать топор войны и желает Хаусу удачи. Однако, под конец эпизода выясняется самое интересное. Хаус признается Уилсону, что все это время он продолжал принимать Вик-1, который ему доставлял сотрудник реабилитационного центра. Он снабжал тебя Вик-1? Еще чего? Он бы не рискнул своей хреново оплачиваемой работой. Ничего не изменилось? Ничего не изменилось. Получается, что наш любимый доктор, опять всех обвел вокруг пальца. И, наконец, финальный эпизод этого обзора с названием «Один день, одна комната», где мы узнаем еще одну маленькую деталь из прошлого Хауса. Мы видим человека под маской монстра, когда Хаус понимает, что он, как врач, обязательно должен найти подход к больному. И, пожалуй, это чуть ли не первый эпизод, в котором Хаус так близко сходится с пациентом. Получив отказе в качестве наказания дополнительный наряд на работу в клинике, Хаус принимает трех пациентов, у которых подозревает заболевания, передаваемые половым путем. Ты мне должен... Я тебя от тюрьмы спасла. Могу передумать. После его неудачной попытки увильнуть от сбора анамнеза и взятия мазков, Кадди бросает Хаусу вызов. Безусловно, она понимает, что Хаус скучает в поликлинике и, пытаясь как-то оживить его работу при помощи пари, обещает платить ему 10 баксов за каждого пациента, если он ставит диагноз, не прикасаясь к больному. Естественно, что Хаус тоже должен заплатить ей десятку за каждого, до кого дотронется. Кадди надеется, что этот опыт научит Хауса немного человечности. И это приводит к нескольким забавным сценам, где Хаус заставляет пациентов проверять собственный пульс или диагностировать собственную сыпь. И все идет как по маслу, пока к Хаусу на прием не приходит привлекательная девушка в платье с глубоким вырезом. С меня 10. Тем временем, в другой палате Кэмерон принимает неизлечимо больного бездомного с последней стадии рака легких. Предложив пациенту палеотивное лечение, уход за больным, которого уже никакое лечение не спасет, но хотя бы обеспечит отсутствие боли, Кэмерон в ответ узнает, что одинокий пациент полон решимости наказать себя за потраченную в пустую жизнь. И поэтому он отказывается от лечения, желая умереть в мучениях. Думаю, что пациент выбрал себе правильного врача. Кэмерон это та девушка, которая вышла замуж за умирающего, чтобы он не был одинок, которая подружилась с умирающей пациенткой, чтобы она тоже не была одна. Хотя этот пациент, возможно, не был хорошим человеком, и хотя Кэмерон утверждает, что не будет смотреть, как он страдает, все же она уважает его желания и проводит с ним его последние дни. Возвращаясь к пациентке Хауса, то у психологически неуравновешенной Евы обнаруживается хламидиоз, и она начинает рыдать, услышав диагноз. Хаус же с его фирменной черствостью мало чем может утешить Еву. Еву, у которой нет никакой экзотической болезни, только психологическая травма, так как она жертва изнасилования, да еще и беременная от насильника. Однако, к большому удивлению Кадди и Хауса, Ева наставит на том, чтобы именно Хаус был ее лечащим врачом, однако отказывается говорить о том, что с ней случилось. Как отмечает Форман, девушке нужно простое человеческое общение и беседы на отличенные темы. Хаус же наставит на том, чтобы она рассказала про изнасилование, подчеркивая, что на ней нет никакой вины или ответственности за случившееся. А Ева же взамен просит, чтобы он рассказал ей о чем-то ужасном, что произошло с ним. Поэтому Хаус признается, что в детстве часто жил у бабушки, которая была ужасно строгая, ванна со льдом, ночевка во дворе и так далее. Однако, Ева уверена, что эта история ложь, и Хаус приходит в такое отчаяние, что загружает Еву снотворным, только чтобы не открываться перед ней. Но усыпив Еву, Хаус нечаянно обнаруживает свою потребность в других, обращаясь за советом к коллегам. Сначала он идет к Уилсону, затем Кэмерон, Форману и Чейзу, спрашивая у каждого, что ему сказать Еве. И забавно, но все ему советуют разные вещи. Например, Кэмерон считает, что Хаус должен внушить пациентке, что жизнь прекрасна. А Форман думает, что Хаус должен рассказать Еве что-то ужасное из своей жизни, чтобы она поняла, что жизнь продолжается и после несчастья. Спасибо. Вы мне все сильно помогли. Поэтому Хаус решает быть откровенным, и мы слышим его грустную историю с детства. Пытаясь вызвать сочувствие у пациентки, он в конце концов признался, что его обижала не бабушка, а строгий отец. И нам в новом свете открываются его взаимоотношения с родителями. В конце эпизода Ева прерывает беременность и ее выписывают, а Кадди говорит Хаусу, что он хорошо поработал с пациенткой. Она говорит о том, что случилось. Это огромный шаг. Ты молодец. На этом подошел к концу обзор первой части третьего сезона. Если видео вам понравилось, то пожалуйста, поставьте на нем лайк. Не забудьте 10 тысяч лайков. И напишите любой коммент под этим видео. Это очень поможет продвижению моего канала. А я пока приступаю к работе над второй частью третьего сезона. Всем хорошего дня. Ну и до новых встреч.